Эти все моменты он подчеркивает, чтобы показать, насколько глубоко он сознает, что он виноват, он согрешил, и никого другого он в этом не винил. Друзья, и заканчивает он, хотя можно было еще детали какие-то подметить, он просит Бога об обновлении, о восстановлении. И давайте прочитаем эти три стиха с 12-го. «Сердце чистое сотворило мне Божие, и Дух правый обнови внутри меня, не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня, возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Дорогие друзья, что он в этих стихах выражает, он, другими словами, подтверждает Богу в молитве, он говорит о том, что на самом деле у меня есть это желание, я хочу пребывать в чистоте, я хочу, чтобы моя жизнь продолжала изменяться, я хочу быть святым в жизни своей, на самом деле. И он как бы просит, Господи, подтверди мне еще раз, верни мне эту уверенность. Друзья, почему, я думаю, некоторое выражение здесь для нас кажется, может, немножко странное, потому что Давид намного меньше знал о Божьей благодати, о Его спасении, чем знаем мы сегодня. Но это то же самое мысль, мы говорим, Господи, помоги мне снова радоваться, иметь эту уверенность, которую я имел. Я знаю, что ты прощаешь, я знаю, что ты любишь меня, пошли мне эту радость. И он дальше в этих стихах еще подчеркивает эту мысль несколько раз. Друзья, и я хотел бы задать вопрос, вот в этом 12 стихе, как вы думаете, что значит слово, кроме того, что он просит сердце чистое сотворить? Он говорит, Дух правый, обнови внутри меня. Что значит иметь Дух правый? Задумались ли мы, то есть может ли быть у верующего человека, у одного есть Дух правый, а у другого нет. То есть он как бы сначала отдельно говорит, да, сердце чистое сотворить и Дух правый обнови внутри меня. Друзья, я думаю, что речь идет о том, что знаете, как мы делаем разницу и понимаем, что очень часто это синонимы слова, допустим, святость и праведность, да. Мы говорим, святость Бога — это его отделенность от греха. И это то, что для нас, мы понимаем, очень важно быть отделенным для Бога, ему принадлежать. А праведность — это Божья посвященность верности ему самому, своему слову, своему, если так можно говорить, упрощенными словами, своему характеру, своим атрибутам, завету, который Бог заключает с людьми, его праве. То есть Бог постоянно прав, праведен, он никогда не согрешает. Друзья, здесь, то есть Давид говорит, Дух правый, то есть Дух утвержденности в том, чтобы мне держаться правого пути, чтобы мне стоять на твоем пути, другими словами, мне иметь характер Христом, мы бы сказали уже, да, по-христианскому, чтобы мне всегда поступать право, обнови во мне желание твердо стоять и идти по этим путям. Друзья, и заканчивая, я хотел бы последний вопрос задать. Как вы думаете, почему, для меня это был вопрос, почему вот в этих всех, и можно было еще много истин увидеть здесь, почему Давид ни разу не упоминает конкретно греха, убийства или прелюбодеяния? Мне казалось, мы бы, и другому человеку, который упал, сами, ну, должны бы посоветовать и сказать, ну, молись, ну, допустим, вспомни Илба, да, завет положила с очами своими глазами своими, чтобы не помышлять о девице. Какой грех? Как ты мог на женщину смотреть? Неужели у тебя своих жен мало? Или что бы мы, какую-то мы еще могли мораль прочитать? Об убийстве это, кажется, тоже ужасно. Как можно напомнить, да, о ценности жизни или еще о чем-то? Почему Давид об этих вещах даже не вспоминает о грехах? Друзья, и я думаю, когда мы видим дух, состояние сердца Давида, и слова, как он это выражает, мы понимаем, что на самом деле Давид понимал. Он ни в коем случае, мы уже видели, он ни в коем случае не минимизирует все эти грехи, но он сознавал, что вот эти грехи, и назовите любой грех, который может проявляться в жизни верующей. Помните, о чем Слово Божие говорит? Остаток, да, там, гнева, еще чего-то. Любой грех, который проявляется в нашей жизни, в жизни возрожденного верующего человека Божия, когда мы не бодрствуем, когда можем проявляться грех, это не признак болезни, а признак, это симптом, симптом того, что мы не имеем утверждения в бою, что мы в нем не находим радость. То есть нам нужно искать не таблетки от греха сексуального или от греха убийства, нам нужно искать Бога, чтобы в нем быть удовлетворенными. И это Давид выражает, я думаю, в 14 стихе суммирует, смотрите, он говорит, возврати мне радость спасения твоего, и духом благотечественным утверди меня. То есть когда мы утверждены в бою и в нем удовлетворены, друзья, нам не захочется грешить никаким грехом, нам любой грех к нам не пристанет, потому что мы будем любить Бога настолько, что нам любая нечистота будет отвратительна. Только тогда грех имеет доступ к нашему сердцу, когда мы где-то ослабли. И как мы говорили, или гордость закралась в его сердце, или что-то еще начинает в нашей жизни, мы ослабеваем, что мы не видим Бога, не доверяем его руководству, что-то хотим сами в своей жизни исправить, чего-то хотим, какую-то сторону нас влечет этот мир, или что не было, и мы ослабеваем вере, тогда грех имеет доступ к нашему сердцу. Дорогие друзья, и поэтому, я думаю, эти слова, которые Давид говорит в 13 стихе, может быть, для нас есть даже песни, кто-то, может быть, слышал, Давид плачет о том, что Дух Святой уходит от меня. И вот здесь, в 13 стихе, эти слова Давид, как бы, кажется, просит Бога, не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отмени меня, не отними от меня. Друзья, снова, я думаю, что если бы Давид прочитал Евангелие, если бы он прочитал послание к римлянам, то он бы уже не сказал этих слов. То есть, это снова, как бы, его молитва в том, чтобы Бог его восстановил, и он это испытал в своем сердце. Мы знаем, что Бог никогда не оставит своего дитя, который искуплен в крови Иисуса Христа. Дух Святой почивает на таком, и Бог обещает, что он доведет его до вечности. И в этом наше благословение. Но в то же самое время мы видим, насколько необходимо и важно, подчеркивается, что важно для нас, для христиан здесь, это момент исповедания и момент сокрушения. Если в жизни верующего нет такого сокрушения о грехе, значит, и Духа Святого нет в его сердце. И ему на самом деле нужно переживать не о том, чтобы вернулся и не уходил, а впервые испытать это в своей жизни. Друзья, поэтому очень важно понимать эту зависимость, этот плод радости и уверенности, который сопровождается поиском постоянной чистоты и молитвы благодарности Богу. И потом Давид продолжает говорить эти слова, что он хочет, на этом он не хочет остановиться. Он теперь будет говорить тем грешникам. То есть он не только сам, он хочет помочь тем, которые также грешат. И просит у Бога этого силы, силы. Он дальше говорит о том, что он будет прославлять, он будет петь Господа. Друзья, пустил этот урок, пример Давида, напомнит нам то, почему Бог благословил Давида. Почему он был таким сильным царем, почему Бог был с ним, почему Бог давал ему откровения. Потому что Давид на самом деле знал, что значит согрешить перед Богом, что значит огорчить его. И, друзья, я верю, что это реакция каждого искреннего христианина. Мы должны больше и больше сознавать и быть похожими на Давида. Для нас это пример. Пусть Господь благословит, друзья, это еще одна причина для нас благодарить Бога за Его верность, за Его верность в прощении, за Его верность в спасении, что у нас есть этот источник восстановления в Нем. Что Бог никогда не хочет нас оставить там, где мы сегодня находимся. Он всегда с нами для того, чтобы поддержать и открыть нам. Пусть Господь скажет нам еще больше там, где мы сегодня находимся. У нас у каждого свои могут быть трудности, чего мы другим, может быть, не можем рассказать. Но, как мы видим, насколько важно было Давид наш...